Здравствуйте, мы попали на обзор на главу ГАМ. Представьте же, слышите о себе. Александр, 14 лет, 15. Всё? Не знаю, что ещё рассказать. Ну где живёшь, часовой пояс и онлайн твой? В Украине МСК. Онлайн от 4 до 6 часов, может быть и больше. А чем ты ещё занимаешься помимо САМП? Хожу в спортзал, типа там качалки. Я понял. Дальше, Лат. Я через топовый РПшки. Что вы знаете вообще о деле ГАМ и чем она занимается? Отдел ГАМ и его задача, то есть это снайперы в плане, так скажем, глаза свата на действиях, чес, похищениях, что это ещё может быть, терактах. Ихняя задача, то есть, ну, как обычно, выдвигаются на, получается, ЧС, получается, как это объяснить? На место теракте, получается, выбирают выгодную для них позицию. При отдаче наказа, то есть они открывают огонь по кому нужно. Также выновляют отделы и, там, опасность, едут на них никто-то, ещё что-то. То есть, если даже, допустим, вот все ПДшки едут, допустим, куда-то, то отдел ГАМ должен будет лететь на вертолёте и разъяснять всю ситуацию с воздуха. То есть, может, какой-то блокпост сделают ОПХ или ещё кто-то, то есть помешают. Так, сейчас я дам пару РПС-ситуаций, да, которые вам надо, ну, решить правильно. Смотрите, вы с напарником в машине идите за преступником. Вы же преступнику сделали много предупреждений, да, в мегафон. Тут преступник заезжает на АБ. Ваши действия. Так как мы, возможно, не можем туда заходить, по ситуации нужно ждать, пока он оттуда выйдет. Действовать, что там будет дальше. Угу. Так. Смотрите. В... Давайте представим ситуацию такую, что вы находитесь с девушкой в кафе. И в кафе, да, там сидит около 10 человек, да. Вот. В кафе залетают тут же 15 людей, да, в масках, с оружием. И начинает угрожать ваши действия. Наверное, подчиняться им. Потому что, всё правильно, в масках 15 человек. С оружием. Угу. Всё. Если вы проедете, я обзомну вам сообщил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...